Здравствуйте, Андрей Андреевич. Ну, последние новости с НАТОвского саммита, в принципе, неплохи. НАТО готовится объединяться далее, чувствует угрозу от лица России, и в принципе, как подтвердили Дональд Трамп и Дональд Туск в своем заявлении, в принципе, особых у них разногласий в русском вопросе нет. Ну, Туск, просто уточним, что Туск говорил от лица Европейского Союза, а не от лица НАТО. Понимаете, складывается такая противоречивая картина, Трамп вынужден просто мечеться, с одной стороны, между очень жесткой позицией американского эстеблишмента в отношении его романа с Путиным, а с другой стороны, ну, мне так кажется, как и очень многим экспертам, что есть у него какие-то обязанности и перед Путиным, и под Кремлем, или перед Кремлем вообще. Поэтому вот и получаются такие противоречивые решения, заявления, в том числе и результаты саммита. С одной стороны, очень были разочарованы в НАТО, что он явно не артикулировал приверженность Соединенных Штатов ключевой статье 5-й устава НАТО о коллективной обороне. Между прочим, до него это сделали его министр обороны Матис и советник по национальной безопасности Макмастер, и на пресс-конференции вчера в Брюсселе его представитель в ответ на недоуменные вопросы отвечал, ну, это же так естественно, это и так все предполагалось. Ну, нахамил он еще, конечно, всем союзникам по НАТО, прочел дурацкую лекцию о том, что они не выполняют, как он считает, обязанности по финансовым расходам и тем самым напрягают американского налогоплательщика. Но в позитиве, как вы подчеркнули, остаются ведь не слова, а дела. В бюджете, представленном тем же Трампом в Конгресс, резко повышаются военные расходы, в том числе и военные расходы на пребывание американских вооруженных сил и современного вооружения на территории Европы и прибалтийских странах. Уважаемый Андрей Андреевич, ну, а как вы бы видели формат вот этого вот договора или компромисса относительно Украины? Потому что компромисс может быть разным. Никакие компромиссы за спиной Украины невозможны. Вот это, в этом глубочайшее заблуждение Москвы и ее политики последних трех лет. Они все добиваются какой-то гералты, какого-то раздела мира, которая обеспечит им контроль на постсоветском пространстве и Украине, прежде всего. Понимаете, ну, Запад ведь вообще всегда идет на компромиссы с диктаторами. Да дело-то не в Западе, а в Украине. Украина всегда будет сопротивляться русской агрессии. Она это продемонстрирует. Поэтому все эти разделы мира, все эти Ялты, это только в голове кремлёвских мечтателей, возможно. Ну, просто последний визит товарища Лаврова к товарищу Трампу показал, что, в принципе, возможно и есть определенные, не знаю, точки дотыку или какие-то те или иные симпатии. Да, потому что Трамп призвал к миру. Президент Соединенных Штатов принимал в своем кабинете, значит, военного преступника Лаврова Робинтропа и руководителя шпионской сети в Вашингтоне, которая вербовала сотрудников штаба Кисляка. И они обнимались там, я не знаю, целовались, хихикали. И он им выдал уникальную разведывательную информацию, полученную из израильских источников, поставив под угрозу жизнь израильских агентов. И он же им пожаловался, как своим друзьям, как он здорово избавился от своего врага, собственного директора ФСБ. Ну, в общем, я вам скажу, этой сценой он подписался себе приговор. Импичмент, он, по сути, республиканцам никакого бреда не приносит. Мы же знаем американскую политику. Это не то, что новые выборы, в которые там может победить ненавистная Клинтон или еще какой-то демокративный. Автоматически становится президентом такой фундаменталист-республиканец, господин Пенс, который всех устраивает, и республиканцев, и их электорат, у которого всегда была достаточно жесткая позиция по Путину. Трамп в очень тяжелом положении. Понимаете, уже само избрание Трампа, оно служит таким аргументом вообще против демократической системы выборов. Ну, большинство может избрать, извините, идиота. Не просто полезного буржуазного идиота, а идиота в самом прямом смысле. Ну, в медицинском смысле, да? Клинического, например, простите, олигофрена. Да, есть такой медицинский диагноз. Да, да, но, 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 я подчеркну, систему характеризует не возможность или невозможность ошибки, а реакция на ошибку. Вот то, что, вот мы избрали человека из Питерской подворотни, и 17 лет, эта ошибка, эту ошибку никто не может исправить. И что приносит громадный вред и России, и всему миру. А американская политическая система, да, совершив эту очень неприятную ошибку, она на наших делах взялась за ее исправление. Владимир Андреевич, ну, если говорить о российской ошибке, которая, возможно, будет переизбираться, да? И мы видим, что дата переизбрания вот этой вот чумы из подворотни, она как бы совпадает с датой начала оккупации Крыма. Да, вот то, вы правильно заметили, это очень показательный перенос выборов на 18 марта. Это значит, что снова будет использоваться такой имперский аргумент, апелляция к имперским чувствам. Но, во-первых, прежде всего, он уже не сработает. Он уже не сработает, эффект Крыма, он закончился. А что касается Востока Украины, то эта война вообще никогда, даже с самого начала, не пользовалась популярностью в обществе. Понимаете, в чем одна из... У путинского режима, фашистствующего режима, очень много проблем. Но, может быть, одна из фундаментальных, это отсутствие фашистского народа. Вот, надо сказать, что большинство русских, оно достаточно, несмотря на все наши недостатки, оно гораздо менее фашизировано, чем российская политическая элита. Уважаемый Андрей Андреевич, но Кремль начал рекрутировать так называемую, конечно, в кавычках, но гнилую интеллигенцию. Последние заявления Ксюши Собчак не только изумили, они даже в некотором смысле оскорбили мыслящую украинскую аудиторию. Она, во-первых, я не принадлежу к фан-клубу Порошенко, но сравнивать Порошенко с Путиным, это не просто подло, но и глупо. И, с другой стороны, она снова начинает заводить вот эти вот хороводы, чуть ли не про гражданскую войну в Украине. Ну, Собчак – это тварь, которая служит человеку, убившему ее отца. Понимаете, я это обвинение предъявил в лицо, когда ее избрали, так называя членом Коалининского совета оппозиции в 2013 году. Ее мамаша проболталась несколько раз, что Собчак был убит спецслужбами. Он стал опасен для Путина, слишком много болтал тогда во время избирательной кампании, что это мой ученик, мой ученик, он пришел, придет к власти, я при нем стану генеральным прокурором и так далее. Он убрал этого ненужного моего болтуна. И семья это прекрасно знает, и дочка прекрасно знает, и тем не менее выполняет самое грязное его поручение. Очень хорошо, что это обращение поставило, так сказать, точки над «и» в отношениях между частью нашей либеральной интеллигенции и Украины. Вы же помните, какой обоз интеллектуалов вот в апреле или в мае, я не помню, что в 2014 году, привез тогда на самолете Ходорковский. И как они начали поучать украинцев, которые только что потеряли сотню людей, когда те безоружные шли на ОМОН, руководимые из Москвы, они стали их поучать как вот нужно и как не надо делать. Ну что поделаешь, ну и есть такие люди. Мне кажется, такие атаки, и вы правильно подчеркнули, они будут только способствовать сполочению украинского общества. Мы понимаем, что у Путина выбор, во всяком случае, коридор вот этот избирательный невелик. Да, то есть ставить на силовиков и забивать эфир разными Ксюшами Собчак, имя которым «Легион». И параллельно отстреливать или задушивать, или, я не знаю, выкидывать, как Навального из избирательной гонки тех или иных людей. То есть бетонировать, бетонировать и бетонировать. Ну про избирательную гонку вообще забудьте этот термин, в России нет и выборов, а есть спецоперации, их имитации. Но еще раз говорю, да, я согласен с вами, что никакого другого выхода, как повышения такого фашизоидного градуса у Путина нет. Нет, ничего он не может предложить ни в области экономики, ни в кое-другой. Все в их жизни, кремлевской верхушке, зависит от добрых отношений с Западом. Их капиталы, их жилье, их образование, их детей, да и их, собственно, медицинское обслуживание. Все они лечатся только на Западе. Вот смотрите, как отчаянно, он, извиняюсь, без мыла в жопу лезет к французскому президенту Макрону. Они же вели бешеную атаку против него, лично оскорбляли его и его жену. Теперь он нагло лезет навстречу. Вот Макрон очень хорошо бы, очень мог сейчас хорошо повлиять на внутрополитические процессы в России, резко отказав ему просто от такого приема, тогда вся бы верхушка убедилась, что Путин не выполняет необходимые в бригаде функции, для чего и держали такого интерфейса в отношениях с Западом. Спасибо большое, Андрей Андреевич, за участие в нашем эфире. Спасибо вам, до свидания.